Любые движения, которые совершает или может совершать человек в молитве, не выходят за рамки пяти хукмах, постановлений, которые пришли в шариате. Либо запретные движения, как, допустим, кушать, пить, смеяться, движения, второе, нежелательные движения, когда человек немножко поворачивается или делает какие-то немногочисленные движения без нужды. Дозволенные движения, то есть это те движения, которые человек совершает из-за нужды в этом. Допустим, я в очках упали маячки, и я боюсь, что они разобьются. Я могу взять их и положить себе в карман. Упали деньги, боюсь, что их украдут, или же ветер сдует. Я имею право взять эти деньги и положить в карман. Дозволен. Четвертое, желательные движения. Это все те движения, от которых зависят полноты молитвы. То есть, чем больше я эти желательные движения буду совершать, тем будет полнее моя молитва. Если же я не буду их совершать, то все равно моя молитва будет действительной. Поэтому лучше эти движения совершать желательно. Как, допустим, закрывать то расстояние, которое между ногами молящихся. Пятое движение. Обязательные движения. Это те движения, от которых зависит действительность моей молитвы. Если я не буду совершать эти движения, то моя молитва будет недействительной. Если я не буду совершать эти движения, то моя молитва будет действительной. Я, допустим, молюсь. И увидел на своей тюбетейке скверну. И мое движение является обязательным. Какое движение? То, что я обязан снять эту тюбетейку. Аллаху Ам.